Тактика музеификации и активации интернет-середы. И со стороны музея будут участвовать Жури Ефремов, исследователь музея фотографии и историко-логие техники, а со стороны ИТМО и недели цифровой гуманитаристики будут участвовать коллеги, которые, я надеюсь, сейчас появятся на смех. Все ли у нас готово, коллеги? Вы нас слышите. Давайте проверим пока что связь. У вас есть связь. Давайте проверим, если связь. Я слышу. Итак, со стороны цифровой недели ДХБ и ТМО я хочу представить Полину Кровозавиде, куратору образовательной программы «Цифровые методы гуманитарных исследований» и Анатолия Федорова, художница, исследовательница технологического искусства и преподаватель. Дорогие коллеги, рады приветствовать вас. И давайте начнем наш экспериментальный телевизор. Давайте начнем наш экспериментальный телевизор. Прошу, я не слышу. Нет, очень даже хорошо. Все хорошо слышим. Прекрасно. 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 Слышу. Спасибо. Нам очень радостно начать встречу. Действительно, у нас совпали так, когда хочется говорить про что и цифровое, а как это называть. Мы сейчас будем как раз обсуждать. Мы действительно в начале вспомнили, что такое политика, такой статус, и что тебе и когда вы хотите сохранять, когда вы не хотите продолжать дальше, и кому, собственно, не хочется. И с этим связаны вопросы о том, в какой момент мы начинаем говорить о цифровых артефактах и о деятельности, о том среднем, которое будет хорошо. На следующем слайде, маленький пример от меня, это подборка скрешоков, которые я собирала по-настоящему блогу, делая их сама, оправдаю их всем. Такую блогу, большую вещь, как начали с тем. Я думаю о том, чем они становятся. Чем они становятся для исследователей? Следовательно. Как люди снимаются на тексту? Вы видите здесь, что на практике очень разные объекты. Здесь, например, в отличие с бюджетом, преобразованное в речь. Здесь, конечно, есть книжки. Там графика и личные программы, но не тексты, просто тексты. Я понимаю, что в художественных исследовательских практиках, те вещи, которые были обнаружены в интернете, докладиасты, которые были обнаружены, могут быть очень разные. И прежде чем передать слово «эго», я вам скажу про еще одну важную тему нашей встречи. Это вопрос о конституциях, о том, кто собственно сохраняет преподаватель, право-настоящего. Мы созвонились по конкуренту, по конкуренту, по конкуренту, по конкуренту, по конкуренту, по конкуренту, по конкуренту. Мы начали немножко проявлять звук и репетировать. Мы договорились спокойно, мы договорились происходить. Мы ссылали в воздух. Коллеги, которые смотрят у вас в зуме со стороны девички, недели, недели, науке ручки и практики о цифре, напоминают то, как я разговариваю в флайне, в флайне, в флайне, очень много коллегами. То есть, какие-то на них есть вообще тоже. Короче, у нас был очень много барьеров, что это отличается. Но нужно было очень плотно, очень серьезно показаться. Не надо быть шифры, фото, пароли. Очень много эффектов, чтобы эти встречи вообще стало возможно. Похоже на то, что мы сегодня публикаем в флайне. Это из первых друзей и коллег Art and Science. Мы очень рады видеть нашу работу, здесь тоже которые работают и покровительность. И что нам нужно подознать включить, что вообще половина институции, то есть те, кто позволяет иметь право власть владеть очень большой властью и и наоборот и наоборот в конце было несколько инфляционных структур. Вместо где находятся и сами виситые вещи, в котором есть цифры, те видео и сейчас расскажут. То, как собственно устроят народу входа в них, то, как устроят взаимодействие с ними, благодаря реализации, которые реализуют, простите, асфологии, это не случайно здесь взаимодействие. Давайте вам тоже не забывать, а пока я прошу начать скорост об артефакт и среды, которые мы будем рассказать о разнице с цепловой теплом. Пожалуйста. Да, можно его вывести на экран как раз. Да, сейчас он у нас даже на экран. Мой акт это арт работа в в summer 2013, и идея этой работы, насколько я знаю, появилась, когда вообще это художество, которая работает в хип-арт, в веб-арт, гип-модели, и когда она выяснила, что ее предыдущие работы, в частности самое интересное, наверное, открывается современный фрамсов совершенно или иначе, это ее реконструкция, в самом деле она работает иначе, и я не могу сказать в ее особенности, это работа, которые инвестируют только если заключены все 10 серверов, в которых расположены отдельные карты, которые были в книге. Это как раз идея развития мысли о том, что факты отличаются от искусственного материала, потому что как раз в книге, что есть структур, которые существуют и которые действительно происходят с тем, что они занимаются реализованием и в том, что это очень важно, чтобы которые начали работать, и в этом случае они должны быть. Мы сталкиваемся с тем, что элементы сайта не работают, а отсутствуют изображения, а отсутствуют изображения, а отсутствуют изображения. Продолжение следует. 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 И в данном случае происходит интересная довольно штука, когда цифровая губа переносится на, допустим, кожу человека, то есть хранителем становится телом. И получается, что это, с одной стороны, как некое сохранение этого цифрового артефакта в материальном мире, но это очень попутное сохранение, потому что у этого хранения есть период конечности, тело конечно, наше человеческое тело в какой-то момент умрет. И тогда этот цифровый артефакт, превратившийся в материальный, умрет вместе с этим же человеком, по большому счету, исчезнет. И тут такая получается кубикрузка довольно интересная. И кроме этой идеи, интересно еще то, что сделавший из исполняемого кода, визуальный артефакт, он перестает быть артефактом, который принадлежащим интернет-требе. Нужно ли нам, или становится он чем-то еще, становится он, например, какие-то еще почерпания, которые совершенно ему не были свойственны, когда он родился. Вот по мнению Герамира, когда упомянул этот код, он говорил о том, что вообще он рассматривает код как вариант поэзии. И вот этот вот визуальный вид этой формы, он как раз и ставит вопрос, где границы артефакта, когда мы его вытаскиваем из непосредственного канала. Причем интереснее, я бы хотела еще отметить тоже, что вообще понятие такого артефакта очень разное для разного сообщества. Например, если вы введете в строку гугл, то артефакт, вы увидите, что на самом деле основная часть выпадающих на запрос материалов будет относиться к, по-моему, к именалисту. Это для нас, да, подробности, цифровой артефакт, это штука, вот такая вот, как бурбомба или там проект Оли Лярина, или еще какие-то вещи. А на самом деле для тех, кто понимает цифровую артефакту, цифровой артефакт, это след. Цифровой след, который человек оставляет в интернете. Это история посещения его страниц. Это история опыта, это еще какие-то достаточно сексуальные там журналы-принтеры, да, журналы о верхней системе, въезды, программное обеспечение, базы данных и так далее. Это тоже цифровые артефакты, но которые более легитимны, условно говоря, в нашей, по крайней мере, дискуссии, насколько я могу сказать, они легитимны больше для тех, которые занимаются цифровой артефактами. Если очень трудно объясняешь, какой цифровой артефакт, это поиск, это, скажем так, расследование преступной деятельности в цифровом мире по как раз цифровым артефактам, которые я перечислила. И поэтому стыдно, вот эта тема, о которой мы с вами сегодня говорим на этом другом столе, она очень многократная и интерфектируется абсолютно по-разному, в зависимости от того, к какому сообществу мы обращаемся, к какой профессиональной среде. Про среду я сразу подхвачу, наверное, не зачем передать словами, что мы когда говорим сейчас про артефакт, мы говорим про вещи, которые важно увидеть, которые важно схватить с помощью того, что передается в его артефакт. Может быть видео, может быть картинка, текст и так далее. Но есть вещи, которые произвести сложнее, мне кажется. В исследовательской литературе есть только слово «пультимодальный». Эта тема, как я сейчас объяснила, он означает, что у нас с разными элементами в интернете есть разные типы взаимодействий. То есть, мы не знаем, что было мультимедиа, да, как будто еще папка про мультимедиа в старых юбилях. А сейчас, ну, часть из других средств, которые говорят не про мультимедиа. И у нас сейчас, поскольку у нас сложно устроилась связи с ужасом, я думаю, о том, как создаваются элементы звуковой и видеовидео, мультимедации взаимодействия. Потому что, пока они производятся, они производятся, они, в общем-то, во многих ситуациях. Мы начинаем записи спектакльных кинологов до, ну, вот, собственно, у нас сейчас что происходит? Трансляция деревни. И, с одной стороны, это вторичка, то, что начиналось, на том, что это начиналось? Это мультимедиа связь, видеосвязь, деленное присутствие. С другой стороны, мы сейчас более поднимаемся по ситуации, где звуководействие именно теле-эр. Присутствие токон-синограмм, элемент, и вот это все, что погружает нас к элементам звуководействия между собой. И что из этого является артефактом? Что, среди того, что понятно? Отдельный вопрос. Которого, мы, в общем-то, сегодня не проснемся, и это стало плохо. Я хочу просто заметить, что только превратиться в текст, или после того, как вещи превращаются в текст, часто оказывается просто коммуникация, просто общение. Это, в общем, создает политические сложности. Мне кажется, что мы не подойдем к этому без истории с эрхивацией от текста. Именно текстов. Которые, к счастью, те, кто занимаются литературой такими текстами, покопилась не только образовалась интернет-эпоукой, но и вообще за мной 200 лет. Соответственно, библиотека вот загорела, но и не помню. В частности, в институции, в библиотеке, в группе, в группе, в группе, в группе, в группе. В группе, в группе, в группе, в группе. Ага, спасибо. И рада вас всех приветствовать. Да, действительно, эта связка с литературой очень интересная. И я хотела бы видеть такое любение, которое было назвать «Электронной рискатурой». Электронное изготовление – это произведение безбарное и мультимандарное произведение, которое не может перестать быть с оборудованием. То есть как чаш-бот, какой-нибудь текстовый генератор или текстовая личность, которые совершенно невозможно исключать. Сколько вообще такая вещь существует, слушатели и знакомые с историкой электронной изготовки, и будут отчитывать вопрос от институции, которой занимается электронная изготовка, и организация электронная изготовка, это 90-99 годов. И вот эта организация была дана, собственно, с 99-го года, для того, чтобы активировать произведение электронной изготовки, и, конечно, те сюжеты, те пункты, которые используются, и, впрочем, подходят и для других. И, в частности, в результате, то есть то, с чем, наверное, последствия работы, это изучение текстов из изготовств, и, например, как я рекордин, дюйм, по-аку-экланджерс, и, в частности, изведение цифрового театра. И, не заканчу, сейчас мы калу будем взаимодействовать, по-аку-аку-экланджерсу, и, в частности, санказином видео-рапорту, это нам, наверное, это пушечка, по-аку-экланджерам, читать, по-аку-экланджерам. То есть, с одной стороны, по сравнению, это стало как раз, с другой стороны, это такой же перевод, мероприятие, миграция, то, что, собственно, уже невероятно, аммиграция старых программ, и, в частности, просто несколько слов скажем, что для этого не мог бы держать момент, потому что это открытая, а не пропорционная система, используясь. Не надо было бы писать, какой-то ввод, например, компонент, выпуска, то есть, платформенные вещи, которые открываются на местных платформах, не мог бы все строить. Да, и оно, в принципе, актов, актов, и соблюданных институтсий не мог понять. Ну, это серьезно, потому что, я сейчас, хотела бы показать, это немножко не серьезный, а первый слайд с правой целью, который написал реферативную конкурсию и информацию встречать с интернетом, как-то был образовал проект с правильного аппарата, который в 3-4 раз информизировал о том, как же развиваться в интернет, и решил постучать. Да, понятно, что этот проект топический проект, это периодический проект, представляющий цифровое материальное, или просто любую материальность на YouTube, по которому в этом его наличивалось очень другую материальность, какую-то, может быть, связь литературной традиции. Ну, конечно, не успешно, но довольно долго отсюда мало. Второй проект, который мне хотелось упомянуть, это канадский концептуальный лайк, а вот именно достаточно крещеной канадский концептуальный лайк, но он сформулировал вот этот текст, который существует в цифровой середины вообще концептуальный текст, потому что выходит с тем, как он делал его очень желательно для него. Этот процесс был шифровым в нутриативной бактерии и крови. Это большая информация по человеческому кишечнику и не были которые возят в книгах Антарктиды с очень оживленно самая обычная штука и который кондирует его нуклеативную школу и университет Каундук и это по всей идее растягивается. перейдем на следующий слайд. третий пример тоже игроков что более серьезно проходит создание таком это генератор который может скопировать и запустить его команды с церковью это будет головной любопытный физический генератор который в принципе он работает бесконечно и если выучите его то заправить оперативную память вашего компьютера не можно превратить это вот эти два знака это участие то что это участие то это участие то что такое связание на месяц за кайфов которые были типа короткие инвестиции и собственно вот и вот вот эта маленькая карточка может быть любимым может быть экраном и каким может быть возданным будет возданным какие разные в принципе построить на стиле и и и и достаточно ли для нас такого файта достаточно ли 200 счества которые получили это другой вопрос но вот наверное здесь я хочу сказать что мы сейчас например вы легко эффективно обсудили спасибо большое и отдельно спасибо за достаточно того опыта который мы получаем в артефакте мне кажется очень важно что мы имеем дело с текстом просто текстом нам кажется что просто текст чисто без чего то есть оборудование по высказывания но на деле в росте уже потенциальности мы сейчас делаем небольшие потенциальные продажи разные читают тексты и сюда мы работаем с демоком и в основном у нас мы прочитаем оборудование на стене и если обратить людей обращать внимание то оказывается что наш зрительский наш эстетический телес стал более с пользователем начинаем думать о том почему это как это сделано и переписано тоже и когда я слышала о том что ситуация с текстом гора который стоит за ним или вот вы видите что совсем то же самое можем видеть элементы года это тоже способ произведения текста изображений то как сделаем то что мы делаем и в связи с этим у меня общий вопрос ко всем вам дальше не можем перейти к вопросам из завтрите есть еще несколько вопрос вопрос такой она сказала что что нужно сделать чтобы этот факт не превратился в фонтон в общем задача и тем самым постановится чем то могут подать совершенно другую ситуацию и такое ощущение что когда мы говорим про интеллект особенно перенесет и с ними может произойти что такое загадочное они там то же самое что возможно из-за этого сложнее уничтожать ведь мы обещаем только то что предполагаем что перестанут существовать а нужно сейчас и кучу всего еще главное это что я согласна что объекты начинают существовать непрозрушенным и уничтоженным в виде оттоков и может быть мы как раз пытаемся их перенесить разными способами институциональными именциями передавать разделять чтобы они не превращались к неподсказуемых узорах которые могут оказаться совершенно не тем чем предполагали не стать поэтому наверное первый вопрос у тебя здесь есть насколько правило здесь людей фантомности и эстрад которые стоят за тем что есть то после задуманных задуманных с ним перестали действовать это что-то ужасное то и и ко всему тоже вопрос то это то создать архива райзен который уже упоминал его и занимается аквариусом цифровых объектов очень важно обращаться к контексту в котором существует и одна из таких проблем цифровых архивистов является то что контекст при сохранении цифровых объектов он хранит если контекст не передает достаточно точно то цифровой объект теряет связь со своей изначальной сущностью которая была ему исуща в изначальном появлении в интернет среде и это на мой взгляд одна очень важная проблема действительно существует методика страстового переноса или там цифрового физического как например форум проект художников группы из менера и где они подумают о И, конечно, я не знаю, что это такое штуку, чёрный интернет-принят, имеющие статологические точки зрения, потому что они инфицировали дискуссию о том, может ли существовать цифровой артефакт в оффлайн-цепе, в каком-то формате интерпретации, который ему придает филогик или дизайнер. И что с этими цифровыми артефактами тогда происходит, и что вообще будет, если они подтверждают описание своего проекта таким текстом. А что будет, если будут внезапно все пабли, которые обеспечивают нас интернет-заведениями, они будут переведены, да, бывшимся интернетом. Давайте попробуем устроить что-то типа интернет-заведения, посмотреть, а что из того, что мы знаем в интернете, действительно захочется каким-то образом перевести в оффлайн-цепе. Это такой пример достаточно, он имеется в степени, например, такой серьезный подход в артефакции, да, когда судьбовой артефакт обращает внимание на контекст, который существует в этот объект в цифровой студии. А скорее это такая как бы применение переноса и представление одного в другое, да, не материального, какового материального. И еще один момент, на который я как-то немножко помехала, когда говорила о том, что очень важен контекст, он на самом деле относится еще и к этике. В 2016 году в штате Перкестон произошло убийство для дорожного чернокожего подростка Майкл Гауна. И два мартистов, хотя бы на тот момент, собственно, не были какие-то институциональные, скажем так, в речи, а они все Джун и Эдвард Санет поняли, что то, что происходит, начались протесты. И они поняли, что в интернет-виде, а именно в Твиттере, ничего появляется большое количество реакций на происходящее, протесты. И так далее, они поняли, что ровно так сейчас пишется, собственно, история, да, через те реакции, посты и прочие замечания, которые возникают именно на интернете и в Твиттере. И они решили делать следующее. Они решили, что это необходимо фиксировать, заархивировать и оставить вот эту вот волну, скажем так, протестов, которая вылезла в социальную сеть Твиттер, оставить его для следующего поколения видеорахива. И они создали, они использовали один из инструментов, инструментов, которые используются для сбора информации в социальных сетях по ОКРШЭБу. И в течение двух недель они собрали вот 13 миллионов таких сообщений. И арктики деклара, они говорят, что действительно, ну, так здорово работали, такие цифровые архивисты, такие молодцы. Вот мы сферментировали, что сейчас вложим все в открытый доступ и создали такой вот памятник, условно говоря, да, тому, что произошло. И они делились вот этим вот своим архивом в профессиональном сообществе, многие написали сообщения о собранной имя коллекции «Веркуса», как они ее назвали, и о своих миссиях об оборудовании социальных сетей. И того же было их заявление, когда, собственно, коллеги очень негативно отнеслись к этому, к этой практике. И действительно, один из важнейших вопросов в архивации, когда дело какая-то архивация, это вопрос фактический, когда мы собираем, например, цветы и аккуратно выкладываем эту папочку и выкладываем эту папку в архив и предоставляем доступ к кому угодно, насколько это этично. Мы же не спросили разрешение о тех людей, которые свои миссии запросили. Это раз, а также это достаточно, ну, скажем так, стально-этически острый момент, да, протесты, где люди высказывают свою эмоциональную реакцию на это. И выкладывая этот архив в открытый доступ, встает вопрос о ответственности, а кто имеет доступ к этому архиву, а кому мы его даем, и должен ли этот архив сконструирован и статологизирован по определенной логике, и должен ли быть, допустим, в каком-то обзорном числе людей быть открытым, а кому не закрытым. А вот эти вот вопросы, на мой взгляд, это очень простые вопросы, которые действительно довольно часто обсуждаются в следе тех людей, которые занимаются правой архивации и, в принципе, до сих пор по поводу универсального реактора для этого не случилось, да, мы не обладаем другими эмоциональными эффектами, но тем не менее действительно профессионал пытается нащупать те нормы, а как же быть вот с этими архивами, в том числе и в первую очередь, когда эти архивы создаются, допустим, не институциями, а действительно какими-то там энтузиастами, да, и дальше выкладываются, как или иначе, на своем собственном представлении в интернет. Спасибо. Можно я поговорю? Можно я поговорю? Можно я поговорю? Слушаю, да. Последний сюжет про институции, про то, что я начала с технического посыла, типа, у нее есть вопросы, сколько сложных вопросов, потому что, не знаю, что это правда существующая, а ведь кому и зачем нам это происходит? Мне кажется, сюжет даже не столько в святоэтику, сколько в политику, а в правом традиции, он здесь серьезно важный, и сейчас совершенно другое. Вообще, это, но мне кажется, что по форме флора, и ты хочешь так что-то тоже задать? Ну, я хотел добавить, да, по поводу того, что возникает еще вопрос, правда, часто в случае с активацией, потому что, если мы говорим про актуацию, классическую актуацию, актуацию, актуацию тиханика, произведения искусства, спорную пиблиотеки, мы не делимся, а вот, опять, и опубликованными работами, которые приходят в личных блогах, какой статус, опять же, у августа прав, если они явно не заявлены, как можно использовать эти материалы, можно ли их анонимизировать, например, это все большой вопрос и большая проблема. И у разных архивов к этому разный подход, есть, например, архивы специализированные, которые на конечных условиях работают с юристами, например, в которых каждый ставшот, это архивная страница, получает огромную цифровую подпись и получает периодический статус, используется в суде, различного рода дела. Вот, как раз цифровая коммуналистика, вот тут важно, что такая копия получает физическую силу. Вот, то есть тут возникают не только этические, но еще и правовые вопросы, в случае такой автоматический архивации. Сохраняется то, что попадает в данный аудиторию, соответственно, в данном случае, в данном случае, в данном случае, в данном случае, в данном случае,過신 в данном случае, в данном случае, поведение сменения, ну это andere вещи докуп Mire各 amolic propinker, Спасибо. Мне кажется, что это не самое интересное, что это не самое интересное или не самое интересное. Кому-то ценное, то какие принципы, каких подходов наследует. Мы сейчас не тут поговорим, давайте просто попробуем подвести небольшой топ, чтобы дальше уже идти вопросы. С нашей стороны есть вопросы. Может быть, у вас, во-первых, есть люди и массы вопросов. Но пока это идет, интересно, что мы с вами очень короткие минуты успели поговорить про несколько типов деятелей, которые сохраняют и передают цифровые артефакты объекта. Сейчас мы уже поднимемся к архивам. Мы говорили о художественной организации. Мне кажется, скользко пришла тема инициатив, которые существуют на стыке, коллекция архивов. И экспозиции очень часто всплодают. Но могут и не всплодать. У вас такой большой архив. Часть архива доступна в высеченном виде, а на сайте доступна в отдельном виде. И могут быть индивидуальные упражнения. Я начинала с того, что все мы не можем просто пользоваться и пользоваться. Мы тоже немножко работаем в институте и сохраняем, трансформируем все цифровые и цифровые, которые у нас есть. И правила здесь разные. Может быть, пока мы еще поскорбимся к вопросам. Примерно снимает здесь, скорее, сюжет, чем вопросы, где мы получаем разные правила. Например, для историков, для технологов, для другого услышанного ключа. Одно из ключевых правил – это понять источник, понять произведение. Не то, что было создано. А то, что возникает дождь лица, писатель, человек, который, не знаю, сделал скиншот или нет. Гивко. С другой стороны, для социальных норм, например, для институции, которые, да, соответственно, архивы и какие-то часть работы с искусственными столетиями, оно движется на том, как устроено обращение к источникам. Когда оно произошло, когда оно было создано, это и самые интересные данные. Социальные, логические и, во многом следующие земли, голосовские подходы, подходы к выставке, которые нет. Да, вообще и правда. Главное – это как оно живет с нами сейчас. То, как мы это используем. Мы здесь с нами. Люди в процессе того, как они имеют факт, противоправился элементу жизни. И эти разные принципы, мне кажется, важно много подчеркивать. Я бы сказала, что они тоже часть среды. До сих пор начнем с секторов. Наташа говорила про уход. Здесь, мне кажется, еще довольно важная вещь, что правила, протоколы тех институций или деятелей, которые сохраняют и трансформируют цифровые артефакты объектов. Но это такой, который может продолжить за важный момент, если вы сложите вопрос. Сейчас у вас есть время для пары вопросов. У нас только есть один. А у меня телефон уже. Очень интересный. Алла, у нас ка? Есть вопросы в зале? Просто, чтобы обозначить это. У нас есть этот вопрос. Да. Давайте мы начнем с онлайна и перейдем к этому. Да. Да, спасибо. У нас иммерсивная аудитория, часть онлайн. Вот, конечно, из онлайна пишет о том, что иммерсивная. И он дает опыт ощущения успеха шифровщику, где бодором вам взрывозвали сигналы. Ну, поскольку все у нас здесь, по крайней мере, здесь идут с легкими шипами, потому что у нас нет. Соответственно, этот разговор опять задумается о доступности в следующих таких произведениях для зрительской рекомендации. Будет ли написана «Экнология 2.0»? И, ну, ключевая, какая-то часть вопроса. Не знаю, может быть, про «Экнологию» тоже будет запрошено рассказать. Как видится развитие диджитал-артефакта, когда местное человечество технологически видится пределы чувственного опыта? Дорогие соучастницы, вы думаете, что с этим приходите пределы чувственного опыта? Мы с вами сегодня дели посматриваемся об этом, поскольку в какой-то статус визуализации, да, означает, что вы их регистраторы. Мы не знаем. Это, кстати, очень важный вопрос. Я реализирую не на ряда, а на те, поскольку мы в технических условиях этих можем не вкладывать. Я могла бы подводить про «Экологию». «Экология» речь идет о статичном заправлении или объеме предварительной. Она не объявляет «Экологию», а в следующих современных процессах и воспользовательных действий. Ну, конечно, вообще была такая статическая система, которая, хочу быть, немножко развивалась после вот этой статической системы, которая заболевает «Экология». И можно говорить о, на самом деле, ответный вопрос. Как же вы себе в процессе с точки зрения статической категории? Вот такой ответ про «Экология» и «Экология». Понимаете, скажите, «Экология» будет, то есть какая-то что-то в процессе, в способе «Экология»? Спасибо. Игорь, я хотела бы что-то добавить. Я на самом деле предчувственный опыт, я немножко завис, потому что я стал пытаться представить себе какие есть аспертативы, очень простым опытом. И я очень благодарю, я не знаю, это только нечеловеческие опыты. И тут, мне кажется, это уже происходит, потому что пользователи, которые являются разнообразными опытами, которые поисковые артисты российских, то есть артефакты, которые оказались так зафинансированы, в том же говоря, продолжаются решить, не только как артефакты, но уже в этом данном состоянии чувствуют какие-то нечеловеческие, нечувственные процессы. Так, перейти к нашему оффлайн-попротиву, да, мы не против коллеги. Ладно, мы сорвали, что, в общем, нашел здесь. Спасибо большое. Так, снова всем привет. Привет, зовут Анатолий Популькин. Я говорю вам, она называется «Эхнари Этишник». И пока что вы глубоко продолжаете собрание учёственного года. Поэтому, к такому же такому обеспечению или инноваций, мне важно понимать, что не поможет существовать. И от этого, может быть, знаю какие есть все, которые Тема достаточно интересная на славу аспекта, я вот подумал, что бывают всякие другие истории, когда собираются боксисты, по порогам всего на просит часов и делаем готовые активности, и создают какие-то новые сайты, мы встречаем исторической, мировой практики, такого формата на предприятиях, когда собираются классные видео-чуроки и программисты айтишники, и вместе они добавляют инструменты, которые могли бы помогать и отчинять большого информационного тока именно те люди, которые достойны внимания и активации. Потому что есть всякие законы мировой, какие-то другие вещи, которые сталкиваются с ограничением, что это все сохранение, наверное, получится в физическом масштабе, а вот какие-то интересные алгоритмы. Я лично не встречал подобного, но у вас есть интересные вещи, если что, вы вообще думаете по поводу инструментов активации, применение научного научного обучения для всего основного в этой предприятии, то и легко. Как вы, как я, этим занимаетесь, то оно очень интересно. Мне кажется, это прекрасный вопрос, очень замечательный. В этом вопросе есть несколько направлений. Я начну с того, что действительно существует, если говорить о цифровом архивировании, существует команды людей, существует университеты, существует инференции, так называемая картонная новковая активация, они тоже существуют. И, собственно, не важно, понятно, на этой сессии института райдерам. Они, в частности, занимаются разработкой инструментариев. Есть инструмент, который называется Web Recorded. Есть инструмент, который позволяет, скажем так, выгрузить свою страничку и сказать, я хочу это архивировать, и дальше предлагают различные возможности, как это можно сделать. И тот, например, кейс, который я упоминала, об ад социальных сетях, они использовали на тот момент, это еще было до отсутствия нейронных сетей, они использовали инструмент ВАР, который занимался, который, собственно говоря, по хэштегам, он собирал вам даты. То есть это такой классический способ работы с данными, то есть там ничего, как и невестного на тот момент не было. Но сейчас, конечно же, развитие технологии начинает интегрироваться и возможности сеток нейронных сетей и искусственных интеллекта. Но один из вопросов, который возникает в связи с этим, это активация непосредственно того продукта, который производит нейронные сети, тут самые нейронные и так далее, которые производят после какими-то бешеной скорости невероятное количество артопатов. Я не так давно слушал как раз одну из сессий об интеллекте, где лектор совершенно предъявил два вопроса. Посмотрите, сколько материалов сейчас быстренько нагенерируют, хотя бы даже, если взять этот линжок, и что с ним делать дальше, как его активировать, как его активировать и так далее и тому подобное. И тут, естественно, встает вопрос не только об активации, в первую очередь. И не только о том, как кириси нам помогают, как кирис, но еще и как они нам помогают ненавидеть этот контент в каком невероятном количестве. И тогда, естественно, встает вопрос о том, как приходится выборка, аккуратность этой активации и так далее и тому подобное. И вот это, на самом деле, такие горячие вопросы, которые обсуждаются среди сообществ тех, которые занимаются активациями, так что же нам делать с этой новой реальности, как с нейроидностью. Это не только про использование инструментов нейроидных сетей, для интеграции их в какие-то инструменты по активации, но и с контентом, который сами нейроидные сети производят. Это действительно одна из таких горячих тем, в которых пока что нет решения. Оказывается, надо заканчивать. Я, наверное, тоже могу сказать, что можно разделить два важных обхода. Это такая тотальная активация, когда мы пытаемся заорхивировать все, что угодно, и она причем полезнее, потому что мы никогда не знаем, что может пригодиться дальше. И когда эти люди, например, дарвей, которые считаются мусором, как у Куртова показаться эстетическим антепактом, он может пригодиться, так говоря. И другой подход – это даже не столько актуирование, а столько коллекционирование, акулируемая коллекция, которая просто отбор. Мне трудно представить себе, как нейросети могут прочесывать подробное количество контента и участвовать в оценивании, но возможно помочь действительно в этой эстетике, в поиске. тритерий, как они работают. – Спасибо. – Какой у вас? – У нас. – Я готова говорить на первые слова, и у вас все. – Если мы пытаемся начать не делать, то тогда пожалеете. – Спасибо большое, коллеги. – Мне кажется, надо получиться вполне себе удачной, несмотря на все технические какие-то сложности, все ремонты. Я надеюсь, что ваша неделя, которая уже приближается в конкурсовую гуманитаристику успешной, было много раз много приятных и интересных открытий и сессий. И мы, в свою очередь, переходим к следующей сессии. Спасибо большое. Спасибо. Я скажу на последний раз, что мне тоже очень понравился вопрос анаптики. Мне кажется, он совершенно не разрывает инструменты и то, ради чего нужно понять. И под конец я хочу подвесить такой рейтингер для того, чтобы еще раз месяц и поговорить. Потому что Егор сказал, что мы знаем, что нам нужно в будущем, а мне кажется, что иногда мы знаем. И об этом тоже хочется говорить, какие мы знают, что может быть нужно в будущем, какие нет, и каких призраков мы будем выпускать, и что сохранить. Ну и спасибо огромное за какую мультиформатную встречу. Давайте продолжать эти разговоры. Спасибо. Спасибо. Коллеги в зуме, все, кто нас слушал, тоже вам спасибо большое. Простите еще раз. Мы всю дорогу пытались починить звук, но я понимаю, что у вас не получилось. Мы пришлем вам запись. Спасибо.